Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы знаете, прошло 105 лет с мартовского геноцида, и до сих пор Азербайджан не увидел должную реакцию мирового сообщества. Есть ли правовые механизмы для привлечения армянской стороны к ответственности за совершенные преступления? Правовые механизмы существовали всегда, и на данный момент мы видим деятельность этих правовых механизмов в отношении других конфликтных ситуаций. К сожалению, не относятся к решению азербайджанской проблем, так скажем, предыдущих конфликтов, вооруженных конфликтов с Арменией, например. По сегодняшний день нет реальной юридической оценки в отношении этого конфликтной ситуации. К сожалению, ни со стороны ООН, ни со стороны международного суда, уголовного суда и так далее, других организаций. Но есть выход из ситуации. Я думаю, что в течение 20 века было совершено со стороны царской России, а потом уже со стороны советской России. И руками Дашнаков, русскими руками армянского правительства этическая чистка, расовый дискриминат на основе этнической и религиозной приоруженности населения. И это не только было совершено в отношении мусульман, тюрков, азербайджанцев, но и также были эти резня совершена против евреев, лизгинов, русских и других национальных приоруженностей, которые жили на территории Азербайджана и на территории тогдашней Армении, то есть Армянской ССР. Или же тот момент, когда существовало определение до создания Армянского СССР, было другое государство, мы знаем, и территориальные изменения были совершенно другие. И когда мы говорим о юридической приоритете, о юридической экспертизе, о юридических решениях в этих вопросах, я думаю, надо учитывать о том, что продолжать свою работу по тому, чтобы собирать эти факты и представлять их международной организацией. Пока еще я думаю, что эта работа только набирает темпы, потому что есть количество, есть статистика, но она не точна в данный момент, потому что было совершено четыре депортации только в течение 20 века, в рамках которого есть брать общим характером населения различное количество статических данных. Например, когда мы говорим о депортации 48-52, примерно 150 тысяч. Когда мы говорим о депортации последней, статистика примерно 250 тысяч. То есть деятельность в этом направлении должна продолжаться, мы должны собирать факты, даже снимать документальные фильмы в этом отношении, а в дальнейшем уже используя опыт еврейской общины, Израиля, например, используя опыт других государств в этом направлении, уже обращаться в международные организации, которые должны в конце концов дать свою юридическую оценку этому вопросу. Потому что когда мы говорим резню, она не только была совершена в 2018 году, я думаю, и мы все об этом знаем, резня совершала в течение 20 века противоазербайджанского населения, живущего не только на современной территории Азербайджана, но и на современной территории Армении, которая признана в рамках ООН граница. И территория азербайджанского населения, которым было совершено, это резня. Ареал очень большой. То есть Южный Кавказ, где азербайджанцы, тюрки представлялись, и были совершены массовые нарушения в отношении именно религиозной и этнической приоритетности, было, я думаю, в рамках и в Армении совершенно против азербайджанцев, и в Азербайджане современном, и в других регионах Южного Кавказа. К сожалению, это не единственное преступление Армении в отношении азербайджанцев. На протяжении 20 века вооруженные армянские бандформирования совершали военные действия и акты геноциды. При этом, при всем, на международной арене Армения пытается обвинить Азербайджан в каких-то несуществующих военных действиях. И хотелось бы узнать, какую цель таким поведением пытается добиться Армения, чего она добивается, вот так выставляя себя на международной арене. Деятельность армянского правительства понятна, они пытаются выйти из ситуации, потому что 30 лет агрессии, только когда мы говорим о конфликте между Азербайджаном и Арменией в вопросах Карабаха, последние только 30 лет, что азербайджанская территория находилась под агрессией армянских вооруженных сил, говорит о том, что Армения, само собой, после поражения и после капитуляции должны быть приняты нормой со стороны ООН, со стороны других организаций, не только в рамках мильного соглашения, которое будет подписано, само собой, между Азербайджаном и Арменией, но и со стороны международных организаций. К сожалению, по сегодняшний день мы не видим этих решений, я думаю, что в этом направлении армянское правительство пытается лоббировать, уйти от этого вопроса другими конфликтными ситуациями, что Азербайджан, как бы Азербайджан приводит к тому, что является нарушителем этих норм. Но мы видели и мы являлись свидетелем того, что не только мы, наши родители, наши деды, наши прабабушки, что армяне долгие годы, долгие десятилетия ввели эту политику. И факт того, что сегодня в Армении нет ни одного азербайджанца, то, что была проведена полностью этническая чистка и религиозная чистка местного населения, говорит о том, что эта политика, эта политика ничему не приведет саму Армению. И реальные международные организации должны сегодня принять решение в этом отношении. Почему нет сегодня в Армении ни одного местного жителя, который жил там веками. И последние 150-170 лет жителей там, и переезд туда армянского меньшинства, и превращение в рамках 19 века и 20 века в большинство, а потом полное уничтожение местного населения, это азербайджанцы, мусульман, тюрков, мусульман, говорит о том, что Армения и политика, которая совершалась армянскими руками, но которой велась царская Россия. И советская Россия должна быть юридически закреплена и должна быть дана юридическая оценка со стороны международных организаций. Поэтому мы должны продолжать свою работу, как уже господин президент Ихамалиев сказал, эти факты надо переводить на английский, на французский, на арабский языки, представлять международную организацию и вести эту работу продолжительную. Step by step, как говорится, шаг за шагом. Благодарим вас, Эль Гюмалим. Спасибо. С нами на связи был доктор философии в области права и эксперт по международному праву, Эль Гюн Сафаров. Продолжение следует...